Зажигательная бразильская карнавальная самба на фоне заката заряжает позитивом всех вокруг. На майклском спуске часовая импровизация собрала десятки зрителей. Музыканты задают волнующие ритмы, а танцовщица мгновенно подхватывает мелодию и своими движениями подчеркивает ее. Как показывает практика, публика реагирует очень тепло, приветливо. Импровизация барабанщиков, она каждый раз разная, то есть программа уникальная. И я именно ориентируюсь на музыкантов. Люди веселятся, танцуют, они хотят, чтобы мы продолжали, не останавливались. Вообще бразильская карнавальная самба – это великолепная музыка, которая воодушевляет людей и приносит праздник в жизнь. На Некрасовском спуске музыкальный вечер открывает этнофолк-группа. Кахон, валынка, гитара – музыканты виртуозно меняют инструменты и играют песни, которые им по душе. Это же не коммерческий проект, мы не зарабатываем с этого денег. Поэтому мы можем играть то, что нравится нам, и если люди хлопают и довольны расходятся с концерта, это значит наша победа. Культурное сердце России объединяет самых разноплановых музыкантов и артистов, которые по своей инициативе безвозмездно делятся своим креативом с самарцами. Проект реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В этом году на различных площадках выступили три десятка творческих коллективов. На концертах побывало более 20 тысяч зрителей. Мне, например, нравится идти, где-нибудь услышать уличных музыкантов, прочувствовать их музыку, потанцевать немножко. Я получаю огромное удовольствие. Арт-площадки на Некрасовском и Маяковском спусках будут работать все лето, еженедельно по выходным дням. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.